И всем привет, с вами Росиксон. Сегодня я расскажу о том, как быстро посмотреть курсы криптовалют на криптовалютной бирже GetIO. Сразу скажу то, что я расскажу, как это делать на смартфоне, ну и небольшую теорию перед этим, что это вообще такое и какие риски присутствуют. Также YouTube могут закрыть, так что переходите в мой телеграм-канал по ссылочкам в описании, ну и если, конечно, хотите следить за мной. А в телеграм-канале очень много всего. Там всякие приколы, опросы и просто все темы, на которых я зарабатываю. Но очень важно, в телеграме только уникальный контент, там нет того, что на YouTube. Например, я иногда могу скинуть тему, на ней можно заработать, но буквально только в первые 10 минут, так что подписывайтесь, оставляйте уведомления. Кстати, в моем телеграм-канале уже более 200 человек, так что заходите. А также я напомню, что если у вас будут какие-то вопросы, связанные с бирж GetIO, вы сможете задать их в комментариях. Если что, посмотреть мои прошлые видео о GetIO в специальном плависте GetIO, где уже более 38 видео. И напомню, бирж GetIO входит в топ-7 бирж мира. Ну и спасибо, бирж GetIO, за поддержку. А теперь, что же такое P2P-торговля? Ну, я так вначале немного расскажу, если что, вы можете пропустить. Это прямая покупка или продажа криптовалюты пользователями без участия третьей страны или посредника. Но тут нужно уточнить, то что третьей страной будет биржа GetIO в нашем случае. При покупке или продаже криптовалюты на традиционной бирже, вы не совершаете транзакцию с контрагентом напрямую. Напротив, вы используете графики и другие рыночные инструменты, чтобы определить оптимальное время для покупки, продажи или хранения криптовалют. А биржа организует транзакцию от вашего имени. А рыночная цена определяет окончательную цену в момент транзакции. Ну, то есть, грубо говоря, с помощью P2P я хочу продать 100 тысяч рублей в биткоинах. А кто-то хочет свои 100 тысяч рублей обменять на биткоины. И вот я отправляю ему биткоины в размере 100 тысяч рублей, а он меняет 100 тысяч рублей на карту. Ну, это если грубо говоря. И, как вы уже заметили, тут кто-то может из нас сжульничать. Поэтому и существует третья сторона, Gate.io, которая делает так, чтобы сделка прошла успешно. Так, P2P-торговля позволяет нам лучше контролировать выбор покупателей нашей криптовалюты и ее продавца, указывать большее влияние на цены образования и время счета. И в целом иметь больше контроля над сделкой. Вместе с тем, P2P-транзакции несут некоторые определенные риски. Но, как я сказал, далее будет инструкция. Если вы будете ее придерживаться, то у вас должно быть все хорошо. А если что-то не так, то нужно писать в техническую поддержку. И, кстати, пока что это единственный ввод и вывод с иностранных бирж в рубли. Ну, практически единственный, потому что сейчас многие выводы где-то там урезали. Также у меня было видео, как с бейсченча покупать-продавать криптовалюту вы можете найти в плейлисте. А сейчас я расскажу, как пользоваться P2P на бирже Gate.io на смартфоне. Если вы хотите делать это на компьютере, то у меня уже было об этом видео, можете посмотреть в моем плейлисте. Так, для начала мы переходим в мобильное приложение. Перед нами открывается главная страница. По центру вашего окна видна менюшка с основными инструментами Gate.io. Кстати, если вам что-то непонятно из этих инструментов, то напишите, я сделаю обзорное видео на этот инструмент, зачем он нужен, как им пользоваться, ну и так далее. Так, вот в этой менюшке мы выбираем P2P Trading. Перед нами предстает удобное меню. Сверху мы можем выбрать действие купить, продать или ордер. В этой вкладке хранится история наших операций. Ну, операции в P2P. Чуть ниже мы можем выбрать, какую крипту мы хотим купить. К сожалению, этот список ограничен, но он состоит из популярных криптовалют. И лайфхак, вы можете купить просто USDT, а потом уже за USDT купить любую криптовалюту. Ну или наоборот, купить биткоин и биткоин обменять на USDT и купить на другие криптовалюты. В общем, все делается довольно легко. Далее мы можем ввести, за сколько мы хотим ввести или продать в рублях. Либо выбрать другую фиатную валюту. Далее мы можем установить фильтр, выбрать тип перевода, выбрать банк или установить минимальное количество криптовалюты. Если вы начали трейд, вы должны будете отправить деньги. Если вы покупаете и нажать кнопку «Отправил, получил», после этого вам отправят, ну или вы получите крипту. Что делать, если во время трейда возникли какие-то проблемы? Все зависит от типа проблемы. Например, если у вас отключился интернет и вы не можете завершить перевод, то если вы еще не перевели деньги на счет, то операция просто отменится через некоторое время. А если вы перевели деньги, а вам не отправили крипту, то вы можете обратиться в поддержку и пользователи заблокируют. Но вам придется предоставить какие-то документы на то, что вы отправили деньги действительно. Техподдержка работает быстро, но советую все же пишать на английском. Если что, у меня есть видосы, как пишать техподдержку, так что можете посмотреть. А пока, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Буду благодарен за вопросы в комментариях, конструктивную критику, в общем-то и тому подобное. Заходите в мой телеграм-канал, там много всего интересного. Сейчас, например, там идет интересный опрос, но какой опрос, я, конечно, говорить не буду. Так что смотрите в телеграме.